Девушки отдыхают Кроме того, в нашей программе о том, как смычок виртуоза породнился с красным носом выдающегося клоуна и появилась на свет совершенно особого рода симфония. Снежная симфония. Продукт совместного творчества Славы Полунина и Гидона Кремера. О художнике, который полвека назад придал московскому концептуализму романтические черты, который уехал из Москвы навсегда, но с Москвой не расстался. Московский альбом Виктора Пивоварова представляет столичный мультимедиа-арт-музей. О новом каноническом биографическом фильме «Фредди Меркьюри», «Куин» и 22 их песни. Целиком и фрагментарно в картине «Богемская рапсодия». Уже в мировом прокате, уже показано в Москве. Об этих и некоторых других событиях расскажем вам подробно сейчас, воскресным вечером. Здравствуйте. Театральную премию «Хрустальный турандот» вручали на этой неделе в Тюрьме времени Вахтангова. Жюри, которое, кстати, не должно иметь отношения к театру, оценивает исключительно столичные постановки, поскольку Москва, как объяснили однажды учредители премии, это театральная вершина России. Каждая церемония, вручение – это оригинальный спектакль, одно из условий которого – полная конфиденциальность. Заранее неизвестны не то, что лауреаты, даже претенденты. И, как говорят сами актеры, «Хрустальный турандот» – это не казенное что-то. Первое признание в любви московскому театру прозвучало от хозяина замка принцессы Турандот Римаса Туминоса. Он вручил специальную номинацию «Недосягаемый» за театральные победы Ленкома в течение 45 лет Марку Захарову. Побаиваюсь я о вас и побаивался раньше всю жизнь. Сейчас как кучу, мы, наверное, станем какими-то коллегами, старшие, младшие, ваш коллега, потому что не такое ощущение, что я тут в Москве уже 10 лет как обманываю всех. И когда выдаётся какой-то спектакль, я выхожу за кучами и сам себе думаю, удалось обмануть, удалось. Я в последнее время, конечно, избалован вниманием и избалован количеством наград, но всё равно получить эту замечательную турандот – это большой сюрприз. Ещё один специальный почётный приз – за честь и достоинство. Его достоинство – Неслав Любшин, в этом году отметивший 85-летие. Зал приветствовал лауреата стоя. Как сказал Александр Володич Володин в песне «Пятый вечерок», чем старше человек, тем он оптимистически смотрит на жизнь. Григорий Заславский и Игорь Миркурбанов вручают хрустальную турандот за лучшую сценографию художнику Александру Боровскому, оформившего спектакль «Заповедник» в студии театрального искусства. Хрустальную турандот или любую другую премию, мне кажется, всем людям приятно получить. Лучшую мужскую роль сыграл Сергей Степанченко в спектакле «Ленкома», «Фольстав» и «Принц Уэльский». Да вот чего я есть, то это и есть «Ленком». Всё, что во мне, всё, что во мне хорошего, конечно, от «Ленкома». Лучшей режиссёрской работой признана постановка Евгения Писарева, влюблённый Шекспир в театре имени Пушкина. Когда я один за всех получаю благодарность, мне немножко неловко, мне хочется разделить это и ещё со всей актёрской командой, которой сейчас мало кто берётся за спектакли, где 28 человек артистов на сцене. Плюс музыканты. Ну, в общем, я счастлив. Этот балл «Принцессы Турандот» прошёл под знаком Островского и его беспреданницы. Лучшей актрисой за роль Ларисы Агудаловой признана Мария Смольникова. Не сдержала слёз. Режиссёр постановки Дмитрий Крымов ушёл из школы драматического искусства. «Беспреданница» — его последний спектакль в этом театре. Актриса воспользовалась шансом и со сцены попросила аудиенции министра культуры. Мне к нему пробиться сложно, он мне быстрее найдёт, если, может быть, кто-то ему передаст. Да, наверное, чтобы он, может быть, что-то сделал, чтобы это не распадалось, потому что театр у нас маленький, но мне кажется, он очень талантливый и очень важный для искусства. Мне бы хотелось в это верить. Спектакль «Беспреданница» стал и лучшим спектаклем сезона. Это было удовольствие. Это было удовольствие. Удовольствие. Она и тяжёлая была, и тяжёлый процесс был, но больше удовольствия. Я тяжести не помню сейчас. Наверное, было, но я не помню. В этот вечер «Хрустальная Турандот» вновь объявила своих героев. Выбор китайской принцессы был непредсказуемым, но ожидаемым. Анастасия Егорова, Ирина Разумовская, Виталий Пронин, Сергей Харламов. Новости культуры. Русские сезоны. Фестиваль русской культуры идёт уже много месяцев в 40 городах Италии. Включая Венецию, где три вечера подряд, включая сегодняшний, в театре «Стабеле дали Венето» Карло Гольдони, Андрей Кончаловский и артисты театра имени Моссовета представляют спектакль «Вишнёвый сад». Один из трёх спектаклей, который Кончаловский готовил в этом театре на протяжении нескольких лет. Параллельно снимая фильмы, с очередным он знакомил на этой неделе в Кремле президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Режиссёр рассказал им о работе над фильмом «Грех», фильмом российско-итальянского производства. Это рассказ о нескольких годах жизни Микеленджело, о его работе над фресками Сикстинской капеллы и скульптурой Давида. На римской киностудии была построена копия Сикстинской капеллы. А знаменитая площадь Синьории во Флоренции, где стоит скульптура Давида, была засыпана землёй, как это было во времена Микеленджело. Помимо Рима и Флоренции, съёмки проходили в городе Карара и в Тоскане. Мы благодарны, что вместе с моими коллегами вам его показывали. Надеюсь, что картина выйдет и в Италии, и в России. Можно сказать, что это наш подарок совместный, как итальянскому, так и российскому народу. Надеюсь, что премьер-рестер поможет показать это в Италии. И российской публике ещё будет иметь удовольствие окунуться в историю искусства, мировую. Ещё больше будет сближать наши страны. Общинаю, благодаря господину Кончаловскому. Антон, грация, сеньор Кончаловский. Художник Виктор Пивоваров, представитель Московской концептуальной школы МОКШИ, как её называли тогда, в 70-е, часто посмеивался над собой и с собратьями, мол, как дети нарисуют картинку и сразу бегут к публике за оценкой и признанием. Вот так же и сам он теперь завершил работу над циклом под названием «Москва, Москва» и приехал из Праги, где живёт постоянно, показывать его столичному зрителю, который, как ему кажется, довольно капризный, не любит, когда слишком часто выставляются одни и те же художники. Поэтому нынешнюю выставку «Московский альбом» в столичном мультимедиа-арт-музее автор представлял с некоторой опаской. Ведь предыдущая, двойная к тому же, отгремела всего-то пару лет назад. Название выставки «Московский альбом» не географическое, а, как всегда у Пивоварова, концептуальное. Один из четырёх её разделов и вовсе называется «Флоренция». Но в этой серии цветных и графических листов Москва всё равно проглядывает. «Действующие лица» — ещё один цикл, герои которого действуют, явно в Москве. Философы, писатели, художники и просто странные субъекты. Серия под названием «Если здесь текст» — это и есть изображение. Типичный приём московских концептуалистов, которые эффективнее прочих применяли именно Виктор Пивоваров и Илья Кабаков. Всё, что написано в табличках «Если понятно, где происходит». В Москве, конечно. На выставке произведения 90-х годов, 2000-х и двух последних. Пивоварову и всем московским концептуалистам довелось творить в Советском Союзе и прославиться в самое тягостное время. От конца оттепели до конца империи. Не в самое трагическое «до» и не самое бесшабашное «после», а именно в тягостное время, когда неофициальное искусство за решёткой уже не держали, но и на свет Божий ещё не пускали. Ни выставок легальных, ни работы достойной. Хотя детская иллюстрация — работа чем недостойная, а для Пивоварова ещё и в буквальном смысле концептуальная. Годами питающая, как он сам говорит, иллюзии детства и утопии зрелости. — Давно и довольно долго вы утверждали, что всё, что вы делаете, крутится вокруг детства. И вот я вижу ваши работы 2000-х годов, довольно недавние работы. Но очень многие похожи на детские иллюстрации. Так вы что, до сих пор вокруг детства? — Скорее всего, это бессознательно, потому что я вроде бы, так сказать, например, детской иллюстрацией не занимаюсь уже много-много лет. Это, видимо, бессознательно присутствует и проявляется. Никуда от этого не денешься. — Скорее, наверное, как манера. — Может быть, как общая атмосфера или отношения. Потому что, например, это выставка о Москве. И, конечно, это Москва. Безусловно, не просто Москва сегодняшняя, и, вернее, не только Москва сегодняшняя, но и Москва моего детства. Просто я понимаю время не как однолинейный какой-то процесс, а в виде чего-то, что накладывается друг на друга. И эти слои прозрачные. То есть я нахожусь сегодня, в 2018 году, а эта серия в прошлом году сделана, но отсюда просвечивает Москва 45-го года, когда мы с мамой приехали из эвакуации. И я увидел этот город еще ребенком. И мне казалось, что в этом городе все время ночь. Модернистская мечта, которая находилась в руинах. И частично это можно видеть на этих маленьких картинках. Это не частично видно. На самом деле вся ваша Москва, она как-то разлетевшаяся на осколки, на обломки, как разгромленный игрушечный городок. И понимаю, что вы любите Москву, но такой странной любовью. Я, конечно, поскольку я не рисую с натуры, это не реалистическое изображение, я стараюсь поймать сущность, образ этого города или человека, или какого-то явления, как, например, русская или московская интеллигенция, которой выставка посвящена точно так же, как этому городу. Этот образ Москвы для меня представляет собой явление, которое постоянно само себя разрушает. Послушайте, Виктор Дмитриевич, но вы не живете в Москве скоро уже 40 лет. Это понятно, что на ваших картинах и рисунках та Москва, которую вы помните, а не та Москва, которую вы знаете. Но вы вообще знаете нынешнюю Москву? Она вас вдохновляет? Я не могу сказать вдохновляет, но мне очень нравится, конечно. Я вообще, когда приезжаю в Москву, я счастлив. Я реагирую на воздух Москвы, атмосферу, которая постоянная, она не меняется. Вот как она... Вот я приехал, были эти солнечные дни, и это совершенно волшебное просто небо, невероятный свет. Это был свет и небо моего детства. Оно никак не изменилось. И вот на это я реагирую, на более глубинный образ. Но должен заметить, что ваша Флоренция вот в соседнем зале похожа на Москву. Те же домики-кубики, чудаковатый народ. Данте у вас похож на человека из московской серии, который вышел в магазин и исчез в неизвестном направлении. Это неудивительно, потому что этот альбом о Москве. Он как бы... Это Москва, увиденная через Флоренцию. В самом начале пути вы начали искать ответ на вопрос, как изобразить жизнь души. Нашли или нет? Нет, не нашел. Это задача очень сложная. Но нельзя сказать, что как в какой-то картине или в каком-то альбоме я это... Удалось? Да, мне удалось. Нет. Но если вот так вот проследить весь путь, который у меня невероятно вот такой скачкообразный, то, может быть, это что-то может рассказать о душе. Так значит, лучше, чтобы никогда не удалось? Может быть, да. Это, конечно, нет. Это такая путеводная звезда, к которой ты стремишься. Спасибо большое. Спасибо вам. Героиня пьесы Генрика Ипсена Гедда, дочь генерала Габблера, заучила накрепко строгое уставное положение. Генералу предписано застрелиться в случае угрозы пленения. Пистолеты генерала, доставшиеся дочери в наследство, постоянно упоминаются в пьесе, постоянно мелькают, Гедда жонглирует ими и, в конце концов, стреляется, когда убеждает себя в том, что вся жизнь – это невыносимый плен. Такая пьеса не могла не стать особо популярной. Театральные режиссеры мира уже второе столетие хватаются за нее, расталкивая друг друга локтями. Не только театральные, два десятка экранизаций было. Теперь за Гедду Габблер взялся в столичном театре имени Пушкина молодой режиссер Анатолий Шуйев, убежденный в том, что Ипсен нащупал общечеловеческую болевую точку, ускользание смысла жизни, за которым мы все цепляемся. В афише театра имени Пушкина Гедда Габблер появляется впервые. Полгода назад худрук Евгений Писарев предложил молодому режиссеру Анатолию Шульеву создать спектакль для Пушкинского. У постановщика было несколько замыслов, но когда он увидел на сцене Александру Урсуляк, пазлы сошлись. Он решился взяться за текст, который давно его привлекал и одновременно страшил. В какой-то момент смерть или стремление к самоубийству становится для нее выходом к гармонии. То есть у меня уже нет, поэтому если я себя убью, то все как бы встанет на места. И она чувствует, что она, конечно, мешает другим жить. Она это ощущает, она не то чтобы прям ослеплена уничтожением. Смерть, как стремление к гармонии. В этом спектакле режиссер сталкивает несочетаемые на первый взгляд качества, мощную энергию витальности, которая есть в актрисе, и суицидальные настроения героини. Мне было важно все-таки решить этот вопрос, чтобы она не была просто скучающей стервой, в общем-то, да. Потому что я не знаю пока, насколько мне это получается, но все-таки я постаралась понять, в чем же там дело, почему ей нет места в этом мире. Мне кажется, был очень полезным разговор с психологом, который занимается суицидами. Чемоданы, мертвый дом, метафора неустроенной жизни. Под руками все, что нужно для ремонта, но героиня оказывается не способной перестроить свою реальность. Лестницы по обеим стенам устремлены вверх, но они не помогут Гедзе подняться. Создатели спектакля используют новый перевод пьесы Ипсона. Он был выполнен в прошлом году. В этом тексте нет характерных национальных обращений, исчезли некоторые приметы эпохи, упростился язык. Так что история становится вневременной, универсальной и более близкой зрителям 21 века. Яна Мироев, Михаил Жульков, Новости культуры. 23 октября на лондонском стадионе Уэмбли свидетели триумфальных концертов группы Queen прошла премьера фильма «Богемская рапсодия». Впрочем, «Богемская» или «Рапсодия» или «Богемная» это вопрос. Знатоки уверяют, что правильно говорить «Богемная». Все же речь идет в песне о мире Богемы, а не о регионе Чехии. Но что поделаешь, в обиход композиция вошла под названием «Богемская». Так вот, к премьере картина шла много лет. Переговоры начались еще в 2008-м, когда гитарист Queen Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор дали согласие на создание фильма про лидера группы Фредди Меркьюри. Будет неправильным сказать, что фильм «Богемская рапсодия» может познакомить зрителей с музыкой Queen скорее вызовет желание лучше изучить дискографию группы, ведь вряд ли есть на свете человек, который не слышал их хиты. Они писали гимны. Это уже неотъемливая часть масштабных мероприятий, особенно спортивных. И невозможно не подпевать и не хлопать вместе со всеми остальными. Песни Queen объединяют людей. В фильме мы хотели показать именно это. Фильм охватывает период ознакомства музыкантов Queen в начале 70-х до триумфального выступления на легендарном фестивале Life Aid 13 июля 1985 года, когда более 80 тысяч человек пришли на лондонский стадион Уэмбли и почти 2 миллиарда по всему миру смотрели трансляцию. Создатели картины старались детально воспроизвести выступление и работу группу в студии. За достоверностью следили непосредственные участники Queen, гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Результатом остались довольны. Никто не верил, что это возможно. Работа над фильмом заняла почти 10 лет, но мы понимали, что если мы не будем контролировать, история Фредди может быть рассказана неверно. Я видел фильм уже много раз, и каждый раз он меня трогает до слез. Исполнитель роли Фредди Меркьюри актер Рами Малек рассказывает, что эта работа стала для него огромной ответственностью, ведь Фредди был и остается любим миллионами. Для достижения максимального сходства не выходил из образа даже после команды «Стоп, снято». Даже в перерывах между съемками я старался разговаривать с людьми в манере Фредди. Вот это его обращение дорогуша через каждое слово. Знаете, когда предоставляется возможность побыть Фредди Меркьюри, хочется растянуть это удовольствие как можно дольше, кроме сцен с кошками, потому что у меня на них жуткая аллергия. Астроумным стало приглашение Майка Майерса на роль продюсера Рея Фостера, который в свое время разнес в пух и прах песню «Богемская рапсодия». Ранее Майерс снялся в фильме «Мир Уэйна», и сцена, где герои поют рапсодию в машине, стала культовой. Конечно, давние фанаты Куинн не узнают из фильма ничего нового и в очередной раз будут спорить о достоверности официальной легенды жизни и смерти Фредди Меркьюри. Но, несомненно, одно — ряды поклонников как это всегда бывает после выхода на широкий экран биографии музыкантов. Дарья Турусова, новости культуры. Французскому хореографу-фантазеру Филиппу де Куфле всегда нравилось то, как уличные гитаристы на ходу записывают музыку, ставят ее на повтор и играют поверх что-то новое. Он заимствовал у них этот прием, и в Москве его можно было видеть в последние дни фестиваля «Территория». Артисты протанцевали его постановку под названием новые короткие пьесы. де Куфле, кстати, проявил себя не только в камерном формате. Церемония открытия зимних олимпийских игр, Каннский кинофестиваль, празднование двухсотлетия французской революции. Он и этим занимался. Но сейчас о новых коротких пьесах. Один из самых важных ритуалов Филиппа де Куфле и его команда перед каждым выступлением, как выражаются сами артисты, немного подурачиться. Это расслабляет мышцы, очищает разум и настраивает на нужный для шоу лад. Новые короткие пьесы не спектакль, а очередной аттракцион. Я во всем люблю чрезмерность. Мы снимаем, как двигаются танцоры, транслируем это на экран, накладываем поверх новые движения и все это в режиме реального времени. Все мои постановки это гибрид между движением, театральной машинерией и магией кино. Филипп де Куфле говорит, что на формирование его мировоззрения и стиля большое влияние оказало безумие русского искусства. Хореографы, художники и особенно фильмы Сергея Изенштейна. В танец де Куфле вел элементы цирка, балагана, в которых гротескная внешность артиста и необычные таланты только приветствуются. В каждом танце Филипп старается Филипп старается максимально раскрыть исполнителя и всякий раз он толкает нас на безумные эксперименты и подвиги. В этом спектакле он заставил меня играть на пианино и петь. Я никогда раньше этого не делал и не думал, что умею. Новые короткие пьесы это пять танцевальных новелл без единой сюжетной линии. Хореограф считает такой формат самым верным для современного танца. Моё поколение выросло в эпоху рок-н-ролла, а не классической музыки. И я стараюсь так существовать, ведь в рок-н-ролле сила композиции обратно пропорциональна её длительности. Такой формат позволяет мне воплотить поэтическую, ненарративную природу современного танца. В аббревиатуре этой танцевальной компанией DCA зашифрованы три французских слова диверситэ, комарадри, ажилитэ, что в переводе на русский означает разнообразие, товарищество, проворство. Это говорит о компании Филиппа де Куфле, конечно, не всё, но многое. Снежное шоу славы Полунина. Сноу-шоу, любимое в России всемирно известное представление, в каких только странах не побывало. В этом году ему исполнилось четверть века. Но Полунин ревностно следит за тем, чтобы его шоу оставалось живым и чтобы артисты выходили на сцену всякий раз, как впервые. В один момент шоу поменялось радикально. Новую вариацию назвали Снежной симфонией. Слава Полунина ввёл в спектакль знаменитого скрипача Гедона Крэмера и его камерный ансамбль Крэмерата Балтика. Люблю, говорит Полунин, сталкивать вещи, которые вроде бы не должны сходиться. О московской премьере сообщает Ольга Йенина. Нашёл там. То, что происходит до начала Снежной симфонии, словно отдельный спектакль. Вячеслав Полунин танцует, музыканты, кажется, тоже входят в образы клоунов. Надо быть в красных колготках? Да, только я. Ему точно. Мне можно и на красный свет переходить улицу тоже. И, конечно, неотъемлемый своего рода ритуал перед выходом на сцену весёлая песня. Снежная симфония это погружение в мир детства. Сказка грустная, но не без юмора, где повествование идёт на языке эмоций, а цирковые номера чередуются с музыкальными. Спектакль вырос из знаменитого снежного шоу Славы Полунина. Новым действующим лицом в нём стала музыка. В исполнении Гидона Кремера и его камерного оркестра Кремерата Балтика звучали классические произведения Бриттен, Ауорфа, Шнитке и Кончелли. Это нечто, вот, диалог с теми, кто занимается тем же, что и мы, музыканты, душой, но другими светствами. И вот я счастлив, что этот диалог у нас получился. Клоуна Сисяй в исполнении Славы Полунина показывает и новые миниатюры, и уже давно полюбившиеся. Полунин говорит, что так напоминает зрителям об их детских мечтах, которые они успели забыть. Я влюблю в жизнь, и она такая разнообразная, и все равно подсовывает неожиданности, которые я очень люблю, в которые окунаться. Он окунает зрителя в фантастический мир, где на весь зал то натягивается паутина из таинственного материала, который может накрыть 10 тысяч человек. То вырывается метель из конфетти, изготовленного на фабрике в Калифорнии. Форма, веса, толщина конфетти разрабатывали специалистами Великобритании, да так, чтобы производили впечатление трепещущих бабочек. Особое внимание декорациям. Вячеслав Полунин считает, что спектакль рождается из цвета. Именно он создает эмоциональные посылы. Полунина дома целая библиотека, книг, посвященных цветам и значениям. Здесь основные желтые, как и ледотворение зарождающейся жизни, и синие. Это ужас бесконечности мироздания и красота. Клоуны в ярких костюмах, больших вытянутых шляпах и башмаках, длина которых достигает 1 метра 10 сантиметров. Почти 100 тысяч радужных пузырей, трёхметровые шары, летящие прямо в зал. Всё это, чтобы мир волшебства и фантасмагории, в который погружается зритель, стал для него реальным и оставил даже после спектакля ощущение, что в любом возрасте действительно можно попасть в сказку и унести её частичку в свой завтрашний реальный мир. Ольга Енина, Александр Капустянский, Виталий Пронин и Александр Садольский. Новости культуры. Полунин не архивирует номера и репризы. Блю Канарий, Голубые Канарейки в исполнении трёх клоунов, Осисяй звонит подружке, Живое пальто. Этим номерам по 30-40 лет. Они исполняются как нестареющие песенные хиты. Они крепко держатся в шоу, в котором легко может что-то или кто-то появиться, но если что-то исчезнет, публика воспримет это как измену. Публика не простит. Давно хочу вас спросить, почему вы начинаете с петлёй на шее? Для контрасту. Чего с чем? Ну как чего? Я к жизни отношусь очень как-то радостно. И для того, чтобы оценить это, наверное, нужно сначала понять, что у тебя, в принципе, была возможность выбора. Или с петлёй на шее, или радостное отношение к жизни. А почему вы решили с Гидоном, что звучать должна вот именно такая музыка? Бенджамин Бриттон, Шнитке? Мы вместе как бы, надо сказать, мы ни разу не спорили. Как-то ухитрились как бы представить, что думает другой раньше, чем предлагать ему что-то. Поэтому разделилось так. Все произведения, где только Гидон со своим оркестром играли, решал он. А всё, где мы вместе, значит, я сначала попросил Гидона всё, что он играл за свою жизнь, написать мне название. Я всё это прослушал и выбрал то, что мне больше всего нравилось. То есть получилось выбор и его, и мой одновременно. А слова, речь в ваших представлениях принципиально никогда не будут звучать? Ну, если только они как у Хармса, что ли, или как у Анеска, когда они имеют совершенно другой смысл, чем ежедневность. То есть, так же, как и жест, очень связан с подсознанием, с эмоциями, с сердцем, да, а не с интеллектом. Точно так же и слова для меня это то, что, ну, как бы, создаёт неожиданный мир, то есть, не ежедневный мир, а очень специальный. То есть, в принципе, это возможно. Может быть, когда-то... Возможно, но это... Я вот люблю... Помимо Гидона появится, я не знаю, там, поэт. Читать иногда для друзей, да, какие-то вещи, но они где-то рядом всегда с Хармсом. Ага, всё понятно. Ещё очень жаль, что из ваших представлений пропали те, что были вы лицедеев, женские персонажи. Какая была Анна Орлова с большими формами? А вот вы... Куда они девались, Да-да. Мы сейчас же... У нас 50 лет лицедеев, то есть 50 лет с первого дня, когда начала формироваться эта группа. И мы сейчас попробуем где-нибудь на земном шаре проверить, живы ли все, чувствуют себя хорошо, и находимся ли мы в тонусе, а потом привезём... И вы вернёте бабку с авоськами? Мы полностью... Вся команда уже сейчас сошлась... Её, кстати, мужчина играл, Виктор Соловьёв. То есть мы сейчас всё уже обсудили, сейчас где-нибудь обкатаемся и привезём в Москву, чтобы публика опять увидела лицедеев в полном составе. О, это было бы, конечно, здорово. 50 лет — это время создания вашей первой труппы во Дворце культуры Ленсовета, да? Да, Ленсовета. Это когда вы занимались экспрессивным идиотизмом? Так, кажется, вы это называли, да? Это Корцевыльченко и параллельно мы это. Вот у нас был... Экспрессивный идиотизм, да? Ну, потому что мы на всю катушку всегда всеми эмоциями, как это называется, все физиологии переживали всё, что мы делали. Что-то от этого метода ещё осталось? Конечно, да, конечно. Вот то, что происходит в антракте в Снежной симфонии, это то же самое корни идут оттуда. Всё понятно. А Сюсяю скоро 40 лет, по-моему. 40 лет он разговаривает по телефону. Вот хочется понять, вот что такое придуманное для образа продлевает жизнь этому образу? Любому. Ну, в данном случае вот вашему Асюсяю. Ну, наверное, во-первых, вот самое, наверное, может быть, удачное, что я умею делать, кроме фантазирования, это я умею в вещь, которую я люблю, кроме мне нравится, бесконечно развивать и бесконечно искать мне что-то новое. Поэтому, если я влюблён в какую-то вещь, произведение или человека, я бесконечно ищу новые нюансы, новые повороты или новые, ну, то есть каждый вечер ты начинаешь, а как будто это первый день, и ты придумаешь, а что бы такое неожиданно развернуть, чтобы сегодня было неожиданно и неинтересно тебе. И что, уже что-то намечается? Всё время. Каждый вечер. Каждый вечер, перед тем, как выйти, я говорю ребятам, что мы сегодня делаем. Они удивляются сначала, а потом говорят, ну, можно так попробовать. Ну что ж, за бесконечность спасибо большое, Слава. Ещё свежа в памяти выходка художника Бэнкси на аукционе Сотбис, где его картина «Девочка с шаром» в момент покупки стала самоуничтожаться, резаться на куски. И это повысило её цену. У этой картины не одна сотня копий. Так вот, обладатель одной из них обратился в дилерскую компанию My Art Broker с предложением продать и её. Но предварительно разрезал её на куски. Был уверен, что она тоже подорожает. А она подешевела. В 40 тысяч раз дилер предложил за неё один функт. А Бэнкси продолжает успешно продавать свои шедевры. Очередной аукцион первая тема нашего зарубежного обзора. На аукционе современного искусства в Париже было продано три работы Бэнкси. На этот раз торги прошли традиционно, без происшествий. Самым дорогим лотом стала работа «Остановись и изучай». Стартовая цена 65 тысяч евро. Вдохновлённый Уорхолом картина «Суп может быть жёлтым, изумрудным, коричневым» была продана почти за 47 тысяч евро. Чуть более 11 тысяч евро заплатили за работу с изображением королевы Виктории. После истории самоуничтожением картины Бэнкси «Девочка с шаром», организаторы готовились к аукциону особенно тщательно. Мы внимательно осмотрели каждый лот. Ничего подозрительного не обнаружено, по крайней мере, в пределах нашей фантазии. В Метрополитен опера состоялась премьера спектакля «Марни». В основе сюжета одноимённый фильм Альфреда Хичкока, который вышел на экраны в 64-м году. Режиссёр Майкл Мэйер создал мир, где за окажущимся великолепием скрываются серьёзные драмы. Главная героиня Марни, аферистка, сама становится жертвой шантажа. Композитор Нико Мьюли написал эту оперу специально для театра «Метрополитен». За главной партией мецисопрано Изабель Леонард. В Мексике готовится отметить День мёртвых. Цветы и свечи, памятные предметы и фотографии, особая еда и напитки. Так вспоминают умерших родственников в Мексике, Гватемале, Перу, Боливии и Эквадоре 1 и 2 ноября. А перед этой датой в Мехико проходит парад особо элегантных дам скелетов Катрин. Этого персонажа у народов майя и ацтеков не было. Его придумал мексиканский карикутурист Хосе Пасадо в начале 20 века. День мёртвых — традиция наших народов со времён предков, ацтеков и майя, и мы её очень дорожим. В Нью-Йорке открылся музей пиццы. Необычная экспозиция раскрывает не только историю создания пиццы, но и показывает всё, что с ней связано. Даже произведения искусства. Вдохновиться национальным итальянским блюдом можно в нескольких тематических зонах. Сырные пещеры, художественные галереи, пиццы, пицца-пляжи и в зале пустых коробок. Каждая комната музея — прекрасный фон для селфи, где посетители смогут не только сделать классные фотографии, но и получат по кусочку горячей пиццы. Музей пиццы — это то место, где можно просто хорошо провести время одному или с друзьями. Это просто повод выйти из дома. Ведь пицца действительно нравится. Это универсальная еда. С появлением в музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко Лурана Илера балетный репертуар театра изменился заметно и, можно сказать, концептуально. Особая любовь Илера к одноктным балетам — один из источников этих перемен. Вечера одноктных балетов в этом театре регулярны и частны. На этой неделе очередная премьера. Кончерто барокко, восковые крылья, пижамная вечеринка. Замысловатое сочетание стилей и методов Джорджи Баланчина, Иржи Килиана и молодого Андрея Кайдановского. Разминка сразу для трёх постановок. За один вечер артистам предстоит станцевать хореографию Баланчина, Килиана Кайдановского. Те, кто принадлежит разным эпохам, культурным традициям, эстетике. У выросшего в традициях парижской оперы Лорана Илера свой подход. Чтобы зрители смогли подступиться к новой хореографии, необходимо дать им разные ключи. Я ехал в Москву не для того, чтобы ставить классические балеты, но и не для того, чтобы шокировать. Я хочу поделиться опытом. На этом вечере представлены не просто три балета, три грани современного танца. Баланчин — это точно выстроенная хореография, Килиан — непрерывность движения и полёт, Кайдановский — воображение и театральность. Первый балет вечера — кончерто барокко Джорджа Баланчина. Аскетичный спектакль, в котором нет ни пышных декораций, ни сюжета, ни персонажей. Всё, что происходит на сцене, проистекает исключительно из музыки. В этом философия неоклассика Баланчина — видеть музыку, слышать танец. Даже постановщица нам советовала взять на диске музыку и всё время её слушать, слушать, чтобы уже не нужно было считать, а чтобы ты её прям чувствовал музыку. Тем временем работники сцены переворачивают мир в буквальном смысле. На восковые крылья Иржи Киллиана вдохновил пейзаж с падениями Кара Брейгеля. Этот спектакль на этой сцене уже ставили в 2013 году по особому разрешению Киллиана. Известно, что хореограф мало кому доверяет своей постановке, опасаясь стилистических искажений авторской манеры. Точность движения здесь всегда контролируют коллеги Киллиана из Нидерландов. Особенность эстетики Киллиана в том, что он всегда опирается на классическую базу балета, при этом её ломая, нарушая. Такой подход раскрывает настоящий характер артистов. Эмоциональные силовые нагрузки невероятные. Не зря Киллиана называют танцевальным Пикассо. У молодого хореографа, солиста Венского государственного балета Андрея Кайдановского тоже свой подход. Он приходит в различные театры, досконально изучает их сцену, параметры записывает в блокнот. Из этого потом рождается спектакль. Площадка театра Станиславского и Немировича Данченко оказалась самой подходящей для вечеринки пижамной. Главные герои мужчины, отказывающиеся взрослеть. Я думал о том, какая наша роль сейчас в данный момент в мире и как мы в общем-то мужчинами управляемся миром. Поэтому у нас такое поле боя получается. И я начал дальше рассуждать, как мы пытаемся что-то завоевать. Вечеринка шумная. В музыкальной основе 12 произведений. от Дмитрия Шостаковича до музыки племен Мауре в Новой Зеландии. Организатором такого мероприятия Андрей Кадановский выступит еще не раз. В планах хореографа трилогия. Размышления о мужчинах первая ее часть. Олеся Рифульна, Виталий Пронин, Новости культуры. Однажды в интервью Николай Караченцев сказал, что когда-то поставила перед собой неосуществимую наверное цель научиться в профессии делать все. Расширить ее диапазон, как он выразился, до 180 градусов. Я знаю, что у меня это не получится, добавил он тогда, но я к этому буду стремиться, покуда не помру. Николай Караченцев обожала вся страна за талант, за брутальность, за силу воли, за сильные эмоции. Прости меня, земля, что я тебя покинул. Не высказать всего жара. Меня тушит жар. Не мы повинны в том, что половины. Но жаль. Прости, я вновь тебя не понимаю. я твой погибший замысел. Прости. Было в эти дни, что смотреть, кого слушать, о чем думать. Увидимся в ноябре. Продолжим разговор. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова